Все эти отношения, они являются следующим, имеют следующий характер. Оказывается, происходит душевное единение, это срастание. Апостол Павел пишет, что становится одно тело. Вот телом, он разумеется, не просто тело физическое, дело не об этом. Единая плоть становится, он пишет. Он и она становятся единой плотью. И вот здесь, поэтому, происходит следующее. Если это совершается вопреки совести, это уже рано. Это уже, оказывается, эта единая плоть уже повреждённая. Кстати, она часто, эта плоть, приносит свои плоды. Очень часто, когда вот эти добрачные отношения, даже если они вступают потом в брак, это лучший вариант, конечно, отражаются на последующей жизни. Если же в брак не вступает, а тем более, если человек ведёт достаточно, скажем, беспорядочный образ жизни, то происходит следующее, происходит следующее, повторяю. Вот эта одна плоть, одна стала, так? Я говорю, не тело, а плоть, то есть включая и душу, тело, так? И потом что? Разрывает это. Потом опять, опять разрыв. Слушайте, палец отрубили. Потом соединили. Ой, слава богу. Потом раз, опять. Вы слышите, что происходит? Какая травма наносится душе человеческой? Такие люди, поскольку они стремятся к чему только? Вот это кожное наслаждение и всё. Они приобретают особенно сильный эгоизм. Эти люди становятся очень эгоистичными. Им очень трудно становится жить, жить ради, уступая другому человеку в чём-то, жертвуя чем-то собою. Невозможно! Вот этот эгоизм, это вот это сластолюбие, оно побеждает, становится господствующим в человеке. И это делает его, человека, ну, социально, я бы сказал, или даже не социально, в данном случае, очень трудным человеком даже для семейной жизни. Им бывает очень трудно. Они потом, ещё дальше, оказывается, есть некий духовный закон. Как жалко мы не изучаем этих законов! Какая беда! Оказывается, вот эти все незаконные вещи, они убивают в человеке вот то природное, прекрасное, я бы сказал, чувство или способность, даже скажу, способность любить. Эти люди перестают любить. даже вступая потом в брак, вступают, но не потому, что любят. Ну, а так? Ну, влечёт тело, во-первых, это естественно, конечно, а любовь – это же совсем разные вещи! Одно дело просто тело, а другое дело – любовь. Оказывается, вот эти добрачные отношения или внебрачные отношения убивают самое главное, самое сокровенное и самое, я бы сказал, ценное, что есть в человеке – это любовь. Порождает эгоизм, разрастается вот это сластолюбие, поражается любовь в человеческой душе, способность даже любить. Приходилось слышать от некоторых, простите, артисток, хоть хочу любить, а не могу. Туда-сюда игра и всё, а любви нет. Нет любви! А без любви что это такое? Ни то, ни сё, ещё и нет. А где? Она исчезла. Что вы? Попробуйте потом семья без любви. Как это сложно! О, Боже мой! По этой причине, кстати, является одна из причин того, что множество сейчас браков распадается очень быстро. Любви нет. Убивается очень быстро любовь. Поэтому недаром всегда во всех народах народы были очень мудрые в каком смысле? Был опыт. Они знали это опытно, без этих рассуждений. Знали, что это приносит самые отрицательные последствия для последующей жизни этого человека. Вы знаете, особенно, вы знаете, вот в мусульманских, например, странах, вы знаете, как там, особенно женщин, да, я как-то прочитал, просто ужаснулся, поймали женщину при любодеянии, закопали её по шею в землю и потом побили камнями. В Саудовской Аравии, да. Жестоко, ужасно. Но откуда идёт это? Из такого, я бы сказал, ну, не только интуитивного, а, наверное, разумного понимания, что всё-таки женщина в преимущественной степени является носительницей целомудрия, целостности. Она в преимущественной степени. И если она падёт, всё падёт. Поэтому мы сейчас и видим, кстати, один из примеров – женщин раздели. Слышите? Сатанизм раздевает женщин. Всюду. Я же не говорю о рекламах. Я не говорю о фильмах. Я говорю о самой одежде. И модой становится. Я уже говорю, ну что же, давайте подождём, может, скоро голиком будут ходить, а не бедные. Мужчины даже лучше одеваются, чем женщины. Быстрее! Ещё только наступает, ещё холодно! Она уже идёт бедная, дрожит, но одетая выше крыши. Что ты показываешь? Кого ты хочешь? Животного или мужа? Она не понимает этого. Бедная девчонка. Она даже этого не понимает. Мода! Как же она пойдёт не так, как все? Вот беда-то! Вот в чём опасность до брачных связей. Это тяжёлая, действительно, большая опасность. Пожалуйста, дам. Аплодисменты. Спасибо!